Чак Норрис нереально твердый Огромный двухметровый накачанный шокоплечий И он был не против? Да Что это такое было? Мне плевать, мне плевать, ну мне плевать, ну мне плевать, может быть просто я не дожал Сегодня поговорим с Григорием Оветовым, ректором бизнес-школы Синергия Человеком, который привез Ричарда Брэнсона, Далай-Ламу, Майка Тайсона А в сентябре впервые привозит Тони Робинса Кстати, если вы досмотрите этот выпуск до конца, то узнаете, как выиграть два билета на Тони Робинса в сентябре в Москве Это Франч ТВ, увидимся с вами в конце выпуска и приятного просмотра Ради кого точно пойдут на Синерджи Глобал Форум? На Синерджи Глобал Форуме пойдут на Чака Норриса Чак Норрис, а зачем вообще приглашаются такие звезды? Чтобы пошли, чтобы вдохновились, чтобы получили эндорфины, чтобы получили серотонин Для этого нужны звезды А Каннеман, думай медленно, решай быстро, Нобелевский луреат Для того, чтобы когда эндорфины пошли, контент заложить тебе в голову Поэтому Синерджи Глобал Форум, это форум, где совмещены спикеры правополушарные Такие вот про счастье, про эмоции, про вдохновение И левополушарные, это Каннеман, сейчас у меня будет Курцвилл, футуролог Это вот Гладуэл, и широкая аудитория, широкая Неизвестен ни Курцвилл, ни Гладуэл, ни Каннеман Но мне широкую аудиторию нужно привести Чтобы ее привести, мне нужно интегрировать туда Чака Норриса Это уже как анонс, или это просто как фантазия? Нет, это уже свершившийся факт А Шварц будет в этом году? Нет, он вообще перенес операцию на сердце И у нас третий год уже продолжаются переговоры Тони Робинс 1 сентября в Москве, впервые в своей карьере, насколько я знаю, выступает Как это вообще все получилось? Мне 7 января позвонил Гилл Петерселл и предложил привезти Тони Робинса в Москву И я отказался, потому что очень рискованный проект 1 сентября, неудобное время, летом набирать очень сложно, продавать билеты Он мог только первого, а стоит он очень дорого И дороже, чем Ричард Брэнсон и Майк Тайсон вместе взятый Миллион же у него вроде гонорара? Миллион, да И я отказался На следующий день я согласился Что повлияло? Я посоветовался с коллегами С коллегами посоветовался, если честно, все очень просто Коллеги мне сказали, что этот проект, он подлежит реализации И мы его пригласили в Москву 1 сентября И сейчас мы на него продали почти, ну сколько, большую часть олимпийского? 25 тысяч Мы продали большую часть билетов из всего места То есть там больше 14 тысяч билетов продали Что это будет? То есть это будет просто какая-то урезанная версия 4-дневного тренинга Или это что будет специально для России? Это будет, нет, специально для России Его 4-5-часовой мастер-класс Специально для России? Да, впервые будет выступать с этой темой, с этим контентом Год назад он на адрес отказывался приезжать в Россию Он говорил, я в Россию не поеду Ни при каких обстоятельствах, никогда Сейчас мы привезли к нему телеканал РБК И он говорит в интервью о том, что он едет в Россию Он очень ждет Россию Россия великая страна и русские великие люди Ну и как это выглядит теперь? То есть что это такое было? То есть почему он поменял свое решение? Ну слушай, мне плевать Мне плевать, почему Если я заставлю всех лидеров мнений во всем мире Поменять отношения к России Мне плевать, почему Из-за миллиона долларов Или из-за того, что им понравилось Что, естественно, женщина красивая их сопровождала Ну мне плевать Если Ричард Брэнсон делает, естественно, селфи На сцене, напротив, на фоне 20 тысяч И пишет у себя в Инстаграме Ребята, я тут в Москве У него англосаксы ненавидящие русских Ненавидящие, презирающие нас Все, что они думают о России Это то, что Россия бомбит детей в Сирии Все, что они могут знать Соответственно, он пишет Вот, естественно, я в Москве нахожусь И в Москве у меня 20 тысяч бизнес-форум И у него там англичане пишут Вау, ничего себе, бывает же такое 20 тысяч в Москве У нас в Лондоне нет 20 тысяч на бизнес-форуме Вот, тебе вообще есть радость, почему он это сделал Какая у него была мотивация Я не хочу с ним проводить психологические беседы Для меня важно, что он это сделал И Москва вошла в книгу рекордов Геннесса мира Это важно А у кого какая мотивация Ну, у каждого свой ключик У кого-то ключик – деньги У кого-то ключик, естественно, люди У Тони Робинса я не думаю, что его ключик – это деньги У него на самом деле миллион долларов Для Тони Робинса – это же копейки Это вообще У него 2 миллиарда долларов в год Оборот компании Что такое миллион долларов для Тони Робинса, чтобы поменять мнение Да никогда в жизни Для Тони Робинса другое важно Для него важно отношение Для него важен интерес аудитории к нему Для него важен уровень любви аудитории к нему Вот это для него важно И для него очень важна квалификация организатора, который его приглашает Поэтому Тони сначала отправил к нам Гилл Нет, команду свою непосредственную К нам на события в феврале в Олимпийский Его команда приехала, непосредственная команда Гилл – скорее наш партнер в проекте А он отправил свою команду И его команда была на 2 дня на моем форуме в Олимпийском На трансформации На форуме правительства Москвы Путываю все время Они вернулись и ему рассказали Это круто Мы такого никогда не видели нигде Для него это было важно Тогда уже он нас пригласил в Лондон И мы полетели в Лондон в апреле Снимать с ним интервью И окончательно договорились А как думаешь, круто это что? Что круто на Симмерджи, чего нет на других международных площадках? Ну, Симмерджи, во-первых, самая большая в мире площадка По количеству людей? Да Нордик меньше В Орлд Бизнес Форум меньше То есть это сыграло? Это сыграло Какие еще организационные моменты? Ну, плюс вовлеченность аудитории Очень важно Ну, то есть Они сидят 2 дня И видят, что 2 дня реально 20 тысяч не уходит Все слушают А на трансформации там же вообще уникальная история Там люди не просто слушают Там люди работают Они сидят 20 тысяч и работают У Тони есть какие-то специфические бзики в райдере? Ну, у него там льда очень много Вот, он там охлаждается Он такой огромный Перегревается быстро Льда в ванной? В ванной льда Да, чтобы много льда было Ну, такие у него Ну, ничего такого рок-н-ролльного То есть без тонко нарезанных фигуристых киви Без этих вещей Это у кого такое? Есть один спикер, у которого тонко нарезанные фигуристые киви Такой есть, не скажу кто А так все Вообще, мы не сталкивались с райдерами Которые кажутся идиотскими То есть, ну, там Риц Там классный номер Или Украина Классный номер Там охрана Там машина Не меньше таких-то моделей А! Сумасшедший райдер был идиотский У танцующего миллионера Этот итальянец Мы его, в общем, решили в итоге не приглашать Но не поэтому Что у него там было? У него такой был райдер звезды Но приглашать мы его решили не поэтому Просто мы посмотрели Что все-таки Ну, как бы, танцы это весело Но в силу того, что у него нет вообще ничего твердого То есть, Тайсон твердый Чак Норрис нереально твердый А тут вообще ничего твердого нет Вот То мы решили не звать А знаете, друзья, что так же быстро распространяется по всему миру Как слово, которое вылетает из уст Самого умного бизнес-спикера Это, конечно же, франчайзинг Друзья, благодаря франшизе Ваш бизнес может развиваться гораздо быстрее Это самый быстрый способ масштабирования вашего бизнеса Так уж получилось, что мы 15 лет занимаемся упаковкой, продвижением, продажей франшиз И, собственно, канал Франч ТВ именно благодаря этому изначально и появился Качайте все наши успешные кейсы Вот здесь подсказка будет Плюс ссылочка в описании Если вам когда-либо понадобится помощь в упаковке франшизы Вы уже знаете, к кому обращаться Ну, продолжим смотреть интервью Илон Маск, вели с ним переговоры? Ну, сейчас у нас приедет Маск, да Маск, но другая Но мама Маск, но мама, да Переговоры с Илоном Маском закончились тем, что приедет мама Маск Почему? Илон Маск относится к России так же, как год назад относился Тони Робинс Пока Что не так с Россией в сознании бизнес-спикеров? Они же предприниматели Ну, бизнес-спикеры, они же за рубежом За рубежом же реализуют свои задачи То есть это может повлиять на репутации безупречной компании Тесла? Да Да Пока да Пока есть мы и есть мир Вот Мы, русский мир и все остальные Пока такое разделение достаточно твердое Нам надо границы смывать потихонечку, но мы этим занимаемся Далай-Лама, это было за деньги для него? Нет, мы сделали донейшн, но они нас не просили В каком размере? Небольшой, что-то 20 тысяч долларов Ну, что-то, я не помню цифру, но просто это был небольшой донейшн И это не была их просьба То есть это вообще не звучало от них То есть он хотел поделиться Он хотел поделиться с миром Поделиться с россиянами Он здесь не был, он очень хочет попасть в Россию Поэтому это была просьба Это не была просьба, точнее Это мы сделали, потому что так почувствовали Я занимаюсь тайским боксом И если бы уж приглашать кого-то из тайского бокса То можно было бы пригласить Буакав Пор Промука Но я не хочу приглашать Буакава, потому что я не вырос на Буакаве Я вырос на Майке Тайсоне Я все детство сидел, пялился в Первый канал И смотрел все бои Майка Тайсона Майк Тайсон находится на одном уровне С точки зрения величины фигуры, величины личности На одном уровне с Мухаммедом Али Никто с ним не сравним по уровню, по мощи, по величине Тайсон это великий спортсмен, великий чемпион Поэтому, конечно, Тайсон Так же, как, например, господин Майкл Джордан Тоже великий чемпион, на котором я вырос Так же, как и Марадонна Мы же, когда говорим про Глобал Форум Мы приглашаем лучших из лучших, великих людей, легенд Это, как правило, одноразовая все равно легенда Я имею в виду для Глобал Форума То есть вряд ли мы можем ждать Тайсона снова, да? Ну нет, зачем, конечно, пока же есть люди Кто у нас там был еще среди героев-боевиков? Дольф Кулунгрен Чак Норрис Круча Сталлона нет? Ну, может быть, но нет энергии Чак Норрис, там Чак Норрис есть энергия Там Стивен Сигал есть энергия Объясню, почему Сейчас он же в Рице тусует, он в Россию переехал И у него есть очень много такого достаточно интересного Патриотичного контента То есть Стивен Сигал очень прикольно про Россию рассказывает Это всегда любопытно И это вызывает большой резонанс Вообще в аудитории, в средствах массовой информации Вот, Стивен Сигал Во время последней встречи Показал мне Невероятное владение русским матом Говорит, невероятное владение русским матом Он очень крут И он показался мне одним из самых патриотических людей Которых я видел Потому что он очень круто говорит про Россию Я не знаю, он так внутри себя чувствует Или это все-таки напускное, актерское Не понять, он же актер Но говорит он очень круто про Россию И про русских И вот его было бы интересно послушать Но пока нет Не знаю, может быть, да Я еще до конца не сформировал состав спикеров В 2015 году в колонке для Forbes Россия, ты писал, что Сергей Галицкий успешнее, чем Личард Брэнсон И поэтому лучше приглашать на сцену именно Галицкого Он не выступил в итоге, насколько я знаю На мероприятии по состоянию на сейчас Он все еще круче, чем Брэнсон Я писал колонку Пять причин, почему Галицкий круче Брэнсона Я ее почему написал? Потому что мне тогда показалось Что российский предприниматель Малый бизнес или просто корпоративный менеджер Он недооценивает вообще значение И величину русских предпринимателей Российских Понятно, что Брэнсон написал крутейшую книгу И Брэнсон повлиял на огромную аудиторию Это понятно Но я просто пяти причинами простыми Хотел объяснить Что вот мы про Брэнсона говорим А про Галицкого не говорим Хотя Галицкий это не нефть и не газ Это частная компания, не аффилированная Ни с природными ресурсами Ни с государством И была Ну и Галицкий мне очень был симпатичен И поэтому я и написал Пять причин, чем Галицкий круче Брэнсона Я не говорил, что лучше приглашать Галицкого Или лучше приглашать Брэнсона Я так, по-моему, не писал Я, правда, не помню, но вроде не писал Но надеюсь, что не писал Давно было, два года назад или три Но я уверен, что нам надо популяризировать Российских предпринимателей Российских Потому что когда умирает Сигалович А об этом не знает никто Это же реально беда То есть все знают, что умерла Жанна Фриске Вот Царство небесное Надо популяризировать Российских предпринимателей О них говорить И делать их российскими И делать их национальными героями Я говорил, что российский бизнесмен Это национальные герои Он круче То есть российские предприниматели Для меня Они значительно важнее Кратно превосходят Для меня важность их Любых спикеров на сцене Бизнес-тренеров Изрубежных спикеров Но их очень мало Когда делал форум героев российского бизнеса Я понял, что герои кончились на второй год Они кончились, потому что часть из них отказывала Наверняка Кто вот самый пока неприступный Несмотря на то, что на сцене уже был и Тайсон И будет Чак Норрис Ну Гальского мне не удалось пригласить Я его приглашал три года Три года Мне он отказывал Почему? Ну я могу только предполагать Что он такой достаточно интровертный И задачи у него такой нет Он же выступает Ну выступал Выступает, но мне отказывал Но, правда, он когда выступал в Сколково Он обратился к ректору Сколково С тезисом, что ты мне звонил 7 раз И я согласился Я Галлицкому 7 раз, честно говоря, не звонил Я ему писал 3 раза Может, просто не дожал Может быть, просто я не дожал Надо было просто дожать Вот эта конкуренция внутренняя, она чувствуется? Ты ходишь на другие мероприятия? На Атлантов? Нет А Моцарем? Нет Если говорить о деловых конференциях То так случилось, что в России нет такого игрока Который меньше нас Хотя бы в 10 раз Они все еще меньше? Конечно Поэтому сложно говорить про то, что есть какая-то там Ну, конкуренция, где Ну, тем не менее, приглашают они Дудя, например Хочешь ты пригласить Дудя? Я тебе дам 5 миллионов, пригласи его 5 миллионов рублей стоит Дудь? Ну, конечно Это прям официальный такой прайс, да? Ну, и неофициальный Может, неофициальный, я не знаю Минимум он стоит 3 Минимум 3 Максимум стоит 5 Может быть, там Если совсем хорошо с ним близко договориться Близкий товарищ Может быть, 2 Ну, это вот эта вилка То есть, чтобы приглашать Я к тому, что пригласить Дудя Это не самая большая проблема в жизни А какая была проблема? Например, Мартира Сян Тоже не проблема Проблема Брэнсон Проблема Тони Робин Не, из наших Вот интересно поговорить А, из наших? Наших Из наших Захарова Это же не про деньги история Не про деньги Хабенский А так вообще Проблема пригласить спикера В том случае Когда не только гонорар Решает вопрос Давай поговорим о Синерджи Глобал Через много-много лет Например Например, он еще существует Вообще, куда движутся Бизнес-конференции Просто конференции Вот ивенты такие Новые технологии Как-то появляются в них? Я имею в виду Спустя 20 лет Все так же будет человек Выходить на сцену И щелкать кликером Ну, во-первых Спустя 20 лет Синерджи Глобал Форум Будет проходить В 30-40 странах мира Это во-первых Он будет масштабироваться За рубеж Во-вторых На мой взгляд На мой взгляд Глобальный форум Он будет агрегировать Через 20 лет Он будет агрегировать В части выступления Самые крутые Прикольные технологии Которые вообще есть В человечестве Ну, например Там VR-технологии Будут интегрированы Например Голограммы Будут интегрированы Вот Мы будем двигаться В этом направлении Однозначно Мы будем ставить Голограмму Мы хотели сейчас Поставить голограмму Но ушел К сожалению Из жизни Господина У Стивена Хокинга Уже на этой сцене То есть когда он был еще жив Да Договаривались И он был не против Да Ну, нормально Шли переговоры с менеджерами Давай там Топ-5 мелочей На которые никто Не обращает внимания Но без которых конференция Просто разваливается Соблюдение тайминга Очень сильно разваливается Конференция Когда ты не соблюдаешь тайминг И я это знаю Очень хорошо На своем опыте Но мы не чемпионы В части соблюдения тайминга То есть нас нельзя назвать Передовиками Совершенно точно Мы любители Порубить немного Регламент мероприятия Это конечно То, с чем надо бороться Потому что В Хельсинки На Нордбизнес-форуме Минута в минуту Все происходит Минута в минуту А у нас час в час И это плохо На это надо Обращать внимание Как? Что за этим стоит? За этим стоит Иван-команда Которая должна Лучше работать Тебя называют Самым молодым И самым богатым Ректором В России Это твоя Феррари Там стоит на входе? Нет Это Феррари Нашего студента МБА И они ездят на Феррари Студент МБА Наш ездит на Феррари И еще один На Ролл-Фрейсе Вообще Эти студенты МБА Буржуи Их расстрелять К стенке поставить Никакого Воспоминания О 15-17-м годах Все стерлось Ведь классовая неприязнь Это такая штука Она же в России Принешь в какой-то момент Буш Да и у вас Вот тоже Буш И все Уже поздно С точки зрения того Что молодой Это ну Наверное актуально Было лет 5 назад 4 года назад Я возглавил школу Тогда можно было Так говорить А сейчас уже Не так-то я и молот Ты же написал Диссертацию Как раз роль Этнокомпетициального Фактора Формирования Российской системы Предпринимательства Да Защитился Вот Яраном В 24 Стал наук Кандидатом наук Потом хотел доктором Стать Но что-то Не хватило мотивации Но могу еще Стать доктором Но Есть тема Какая? Акселерация бизнеса Инструменты Акселерации бизнеса Хорошая тема Да мне в принципе И одноконфессиональный Фактор могу Развивать Додокторской Потому что Влияние Одноконфессиональный Фактор на развитие Российской системы Предпринимательства Так системно Никто так и не изучил По сути Моя работа Была одной Из самых системных Вот В постсоветской России И я бы мог На эту тему Описать докторскую Легко Ну вот Что из этого Из этой диссертации Может вынести Современный Предприниматель Который Не знаю Торгует Товарами Из Китая Что этнический Конфессиональный Фактор Существует Первое Это важно Что он существует Я это доказываю Он есть Этнический Конфессиональный Фактор Ну допустим Все согласны С этим Второе Что он влияет На предпринимателей На поведение На поведенческую Модель Таким образом Когда ты Чем торгует Предприниматель Товарами Из Китая Вот ты Торгуешь товарами Из Китая Гироскутерами Например У тебя Переговоры Проходят Ты едешь на Переговоры Ну например И ты можешь На переговорах С горским евреем Строить свою Переговорную модель Иначе Потому что Ты изучил Кандидатскую Диссертацию Григория Аветова Вот А так вообще Можно было бы Книгу крутую Издать Так как продать Гироскутер 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 Какому там еврею Горскому Гироскутер Как продать Гироскутер Я подумаю об этом Ладно То есть Если Честно говоря Сегодня не был С утра Значен Этим вопросом Как продать Гироскутер Горскому еврею Но я обязательно Обещаю тебе Что я посвящен Ему выходные Инфотеймент Это Новый вид Концертов Pokemon Это Есть ТОКО Понятие Новое образование Иàn Старое Образование Есть Новое Для меня Критерием Нового Образования Являюсь Эдотеймент Почему Это Критерие Нового Образования Слышу Вопрос В твоих Газах Очень Просто А раньше Всегда Содержание сильно превалировало над формой. Да. А сейчас форма обязана превалировать над содержанием. Иначе это содержание никому не нужно. Но тогда теряется, собственно, контент. Нет, теряется слушатель. Это понятно, но и контент тоже. Не теряется. Не теряется. Объясняю. Простой пример. Далай-лама. Содержание сильно превалирует над формой. Просто стоит человек на сцене и говорит. Сидит. Сидит, да. И говорит. Энтони Робинс. Форма сильно превалирует над содержанием. Бегает, прыгает, обнимается с людьми, кричит. Форма. Огромный двухметровый, накачанный широкоплечий с гормоном роста. Такой. Но содержание есть. То есть, если сильно не раздражаться, будучи интровертом, на вот эти все прыжки. Если ты сильно-сильно не раздражаешься, потому что люди все прыгают. Ты вслушаешься. То содержание есть, оно крутое. А если ты сильно раздражаешься, ну, книгу прочитай Антони Робинсон. Там есть очень толковые мысли. Они упаковывают, они переупаковывают. Они не первичные. Ну, Бенни, ну, а что в нашем мире, в мире, в котором уже есть Библия, что вообще первичные? Иди еще найди первичные тексты. Не первичные. Но черный лебедь, Насима Талебус, поверь мне, тоже не самая первичная штука. А антихрупкость вообще по уровню вторичности, там вторичная-вторичность, третичная антихрупкость. Но это очень важно. Это контент. То есть, нельзя сказать, что это не контентно. Это контентно. Но содержание, форма превалирует над содержанием. Это очень важный критерий нового образования. Поэтому и дотеймент. Потому что, ну, чего у тебя, естественно, молодежь вырастает сейчас, там, 15-16-20 лет? Ну, как можно их обучать в старой модели образования, где есть содержание и нет формы? Да ты не будешь никого обучать. Ты, естественно, будешь, естественно, делать продукты для группы ботаников, интровертов. 100 человек у вас будет сидеть в аудитории, и вы будете, естественно, друг друга обнимать и радоваться, что вы вместе. А если ты хочешь обучать, развивать общность, вот у нас, там, в стране 140 миллионов населения, если ты хочешь хотя бы до 70 миллионов коснуться, то, конечно, у тебя обязательно и дотеймент должен быть включен как инструмент. Мы делали недавно интервью с Андреем Бруцким, и он говорил, что толпу из 20 тысяч человек невозможно ничему научить, их нужно развлекать. Неправда. Толпу из 20 тысяч человек я видел, как они ручками за спикером настраивали финмодель в своей компании. Толпа из 20 тысяч человек на моих глазах настраивала финмодель, следуя за своим спикером. Надо сформаться. Да. А потом эта толпа на моих глазах регистрировалась в задачниках и ставила 5 задач на эту неделю в новом задачнике для своей компании. А потом эта толпа настраивала CRM-систему. А потом эта толпа настраивала на следующий день ремаркетинг, ретаргетинг. Кстати, это очень важный элемент образования, еще один критерий нового образования. Практика ориентированного образования, где то, что ты говоришь, человек может в моменте взять и сделать. Очень важный критерий нового образования, когда ты не просто так послушал, записал и ушел, а ты можешь сделать в моменте, ты можешь сделать завтра. Это очень важный критерий нового образования, который нужно сейчас подрастающему поколению, нужно аудитории, которая будет работать. Поэтому нет. Я видел 20 тысяч прыгающих под Пентасевича, я видел, каюсь, я даже это сделал. Но я видел 20 тысяч настраивающих CRM-систему людей, на моих глазах это было, за спикером. Я видел ультраконсервативных, абсолютно левополушарных спикеров, никому неизвестных на сцене Олимпийского, которые выступали и все сидели и их слушали. Но Пентасевича все равно нужны. Ну конечно, если ты учишь весь день, даже вниманием аудитории управлять каким-то образом. Размяться. Слушай, ну учитель в школе, естественно, если за 45 минут он не добавил никакого интертеймента, то горе этому учителю, потому что человек беспрерывно может слушать 20 минут. Дальше он выключается. Ты выключаешь, я тебе буду говорить, 21 минута ты выключишься. Что у меня выключено? Ты будешь думать, на 21 минуту ты будешь думать о детей, о детях своих или, естественно, о жене. А я тебе буду что-то говорить. И мы с тобой будем думать, какие мы крутые. Я очень контентно-содержательный, а ты очень умный. Ну вот и все, друзья, я надеюсь, вам понравилось. А теперь конкурс. Как обещал, мы будем разыгрывать сегодня два билета на Тони Робинса в Москве 1 сентября. Билеты категории Стандарт. Итак, все, что нужно сделать, это подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать комментарий. О чем комментарий? Расскажите о своем самом любимом спикере. Не важно, бизнес не бизнес, не важно, мотивация или какие-то конкретные знания. Просто расскажите о человеке, который вас вдохновляет, который дает вам знания, какие-то новые навыки, и которого вы готовы слушать бесконечно долго, кто вам нравится, на кого вы точно пойдете. Не обязательно Тони Робинс. Абсолютно можете назвать любого другого человека, выступление которого или который вам нравится смотреть. И мы 20 июня в прямом эфире проведем розыгрыш, где среди всех, кто выполнит условия конкурса, разыграем два билета категории Стандарт на Тони Робинса в Москве 1 сентября. Так что дерзайте, друзья, и обязательно подписывайтесь на Франч ТВ, вне зависимости от того, будете вы участвовать в этом конкурсе или нет. У нас очень много интервью с умнейшими, интереснейшими людьми, и со следующим из них мы встретимся уже очень скоро, поэтому включайте колокольчик вот там внизу справа, чтобы не пропустить, знаете, в потоке бизнес-блогеров такой бриллиант, как выпуск Франч ТВ. Увидимся с вами, до встречи, пока!